Всем добрый вечер, это Первая студия. Мой собеседник сегодня руководитель Департамента Комитета Труда и Социальной Защиты Губарев Евгений Владимирович. Евгений Владимирович, добрый вечер. У нас с вами 15 минут по традиции, чтобы рассказать о новостях, о новости у нас, я так скажу, очень актуальные, очень нужные. С 1 июля, наконец, заработал социальный кодекс. Скажите, пожалуйста, во-первых, что это дает, социальный кодекс? Что это, какой документ? Какие у него функции основные? Ну, я думаю, что действительно внедрение социального кодекса – это очень большое событие вообще в жизни Казахстана, потому что формирование этого социального кодекса осуществлялось не один год. То есть работа, большой группа юристов, Министерство труда работала над этим направлением, смежными со всеми организациями. То есть для того, чтобы всю ту нормативную базу, которая существует на сегодняшний день в Казахстане в сфере социальной жизни, чтобы ее объединить, скажем так, в один социальный кодекс, соответственно, убрать все противоречия возможные, которые возникают между статьями, между теми же нормативно-правовыми актами, введение в том числе подзаконной многочасти именно как раз именно социальный кодекс, то есть расширение как раз именно этого поля и, скажем так, его систематизация во многом. Ну и, конечно, это вообще, безусловно, труд очень большой. Если сравнивать, сопоставлять, допустим, со странами, допустим, близлежащими со странами СНГ, то введение социального кодекса, ну вот, Казахстан был один из первых государств, который вот к этому пришел и, собственно, и реализовал на сегодняшний день. И сегодня мы уже живем в реалиях социального кодекса с 1 июля. Очень много надежд с ним связывается. Безусловно, конечно, да. То есть во многом, конечно, вот этот социальный кодекс, он, во-первых, конечно, он во многом те нормы, права, которые были ранее, как бы он усовершенствует, то есть он дорабатывает, приводит их в соответствие с современными, с сегодняшними существующими реалиями, да, в социальной жизни. Он приводит в соответствие в том числе и вот с процессами информатизации, да, то есть вот цифровизации, которые на сегодняшний день осуществляются вообще повсеместно, в многих процессах производственных, в том числе общественных, в том числе социальных процессах. И как раз вот именно он на сегодняшний день социальный кодекс, он нормализует, он приводит в соответствие, скажем так, вот все те новшества, которые на сегодняшний день введены. Вот, ну и более того, и в нем в самом заложены определенные предпосылки в развитии в целом различных сфер социальных. Ну, я имею в виду, допустим, там, работа с лицами, имеющими инвалидность, имею в виду с лицами пожилого возраста. То есть вот эти вот блоки как таковые он осовременивает и, соответственно, дает новое направление в этом развитии в своем. Ну вот хочется услышать главное, что он дает казахстанцам с первого века, что он изменится. Ну, в том-то и дело, что как, что понятие, вот он разнонаправленный, понимаете, в том-то и дело, что как, что в том-то и его сила социального кодекса, что объединяет в себе законы, которые направлены на разные сферы, скажем так, жизни казахстанцев. И поэтому, конечно, вот его внедрение, его как бы вот утверждение, да, и оно позволяет двигаться в разных направлениях планомерно и добиваться, соответственно, улучшения. В целом, цель, конечно, она, как бы, абсолютно понятна и объективна. Это улучшение качества жизни казахстанцев. И вот на это направлено все. Во всех направлениях, кстати, социальной жизни необходим нам прогресс, то есть необходимы успехи. И вот в этом вот, эта цель и задача вот стоит перед социальным кодексом. Вот самое главное, как изменятся выплаты? Выплаты изменятся в лучшую сторону, безусловно, но на сегодняшний день по направлению работы социального кодекса, например, это уже было озвучено до этого в послании главы государства в развитии социального блока, это социальная защита от единства и детства. То есть в социальном кодексе уже эти нормы прописаны, и вот этот подход об увеличении срока социальных выплат по уходу за ребенком с года до полутора года, то есть она на сегодняшний день уже прописана в этом документе. Мы же понимаем, что это все требует дополнительных финансовых расходов. Это все же заранее заложено. И вот эта сумма, допустим, по расчетам, составляет около 600 миллиардов в тенге, то есть для того, чтобы эту меру нормативную, скажем так, ее внедрить, чтобы она уже заработала на следующий день в Казахстане. Повышение размера пособия награжденным матерям, тоже так же, из того же блока. Многодетным, я так понимаю. Да, то есть имеется матери и героини, то есть как раз награжденные те, кто имеет награды. А у Тоналка, Кумусалка. Да, да, то есть с 6,4 МРП до 7,4 МРП увеличение затрагивает 90 тысяч награжденных матерей во всем Казахстане. То есть, в принципе, тоже очень довольно серьезный блок. То есть в этом месяце они уже почувствуют? Да, да, уже получается, вот уже начиная с 1 июля, это же вывод у них уже будет увеличено. Также это, ну, тоже суммы масштабы страны, конечно, огромные, большие. Это вот 10 миллиардов для этого необходимо. То есть, конечно, как бы эта вот работа, она, безусловно, конечно, выстраивается. Запуск такого документа, таких изменений требует, конечно, большой финансовой работы. Внутри правительства. Социальная поддержка лиц с инвалидностью. Ну, это огромный блок, конечно, да, и понятное дело, что мы в этом смысле продумываем много мер поддержки лиц с инвалидностью. Ну, и прежде всего то, что вот вы уже проговорили, это вот увеличение размеров госпособий. Эта проблема, она вообще ставилась уже последнее время, она назревала, то есть, действительно, размер государственных пособий по инвалидности, он, ну, в соотношении с другими даже госпособиями, то есть, он выглядел, ну, скажем так, не очень выгодно, не очень выгодно выделялся. То есть, действительно, есть необходимость. И возникало много сигналов, в том числе, как бы, от лиц с инвалидностью о том, что здесь, да, необходимо повышение, да, то есть, это уже, как бы, уже, оно вот зрело, сам вопрос, вот, необходимость этого принятия этого решения. И вот с социальным кодексом с 1 июля эти повышения произведены. В целом, это, я что имею в виду под этими госпособиями? Это вот как раз госпособия по инвалидности государственной, да, то есть, вот первая группа, вторая, третья, то есть, вот там вот произошли такие увеличения. В среднем это увеличение по всем пособиям, которые связаны с группой инвалидности, составило 14,5%. Если, допустим, по первой группе, ну, вот общие моменты, да, вот первая группа общая по инвалидности, если ранее была 77,889 тенге, то уже с 1 июля она состоит 89,248 тенге. Ну, примерно где-то на 10 тысяч больше, да? Ну, тут даже немножко, да, получается побольше. 62,068 была вторая группа, станет 71,398 тенге. Третья группа была 42,190 тенге, станет 48,681 тенге. То есть, и вот по всем этим выплатам, в принципе, как бы их очень много, как раз имеется в виду, как бы лица с инвалидностью, то есть, кто, ну, допустим, участники боевых действий, там, то есть, по разным категориям, да, их очень большой список, большая категорийность, да, но они все увеличиваются у нас, как бы, соответственно, в привязке вот... Хоть не намного, но везде увеличиваются. Да, то есть, они в любом случае, вот 14,5%, соответственно, вот это соотношение, как бы, оно у нас есть и увеличивается. Далее, также вопросы по лицам с инвалидностью, которые озвучивались, которые вошли, озвучивались как проблемные, вошли, соответственно, вот в социальный кодекс, это вот по детям с ментальными нарушениями. Тоже проблема, она острая, она резонирует, то есть, вот мамы обращаются по этому вопросу довольно часто в органы социальной защиты. Дело в том, что как, что были ограничения определенные по тому же сантурокурортному лечению таких деток. На сегодняшний день, вот, в рамках социального кодекса это ограничение снято, но, опять же, конечно, как бы, то есть, необходимая полная детальная картина по ребенку, но, в целом, вот, именно детки, которые имеют ментальные нарушения, в следующий день, они, как они уже получаются, вот, в нормах ИПР, в генеральной программе реабилитации, то есть, это можно прописывать, соответственно, можно уже этим деткам ехать на курорты и получать лечение там. Такой нормы раньше не было? Она была ограничение, то есть, это... То есть, не для всех детей? Ну, да, по деткам с ментальным нарушением было такое ограничение, безусловно. На сегодняшний день, это вот, здесь вот уже у нас имеется разрешение. Далее, по заработным платам индивидуальных помощников, тоже, этот вопрос тоже очень резонансный, будут осуществляться пенсионные взносы и социальные отчисления. То есть, они будут социально защищены уже, да? Да, 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 это категория довольно большая, то есть, эти вот люди, которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью, они получают выплаты соответствующие, и на сегодняшний день, соответственно, но они остаются, в этом смысле, незащищенными, с точки зрения, допустим, опять же, тех же страховых моментов, как по медицинскому страхованию, по стажу, то есть, нет отчислений. То есть, вот эти вот нюансы, все моменты, которые на сегодняшний день имеем, все мы работающие люди, по ним было такой вот, такой момент, то есть, они получали эту сумму, и, соответственно, как бы, не было соответствующих отчислений. То есть, у них теперь статус работающих людей, да? Да, именно так. То есть, получать на сегодняшний день, вот, по ним уже это будет проходить, как вот, прописано в нормах. Пересмотрен классификатор технических средств к реабилитации и будет введен в действие до конца текущего года. Это осовременивание тех средств, которые, технических средств, да, вот, для инвалидов, инвестиции, протезы. Там масса, как бы, собственно, как бы, вот этих вот средств для того, чтобы, как, чтобы они соответствовали современным, ну, ожиданиям, 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 коляски, безусловно. То есть, вот их соответствие, допустим, нормам современного дня, то есть, уже, как бы, уже современного, вот, необходимо, соответственно, корректировать. Вот этот классификатор, он будет уже доработан и будет реализован. Также будет введен в виде четыре пилотных проекта инновационной фабрики ТСР. То есть, вот, на четыре региона в Казахстане, точнее, показать, Павлодарская область, такие фабрики будут существовать, где будет проводиться тестирование, обработка и, соответственно, доработка вот этих вот технических средств, чтобы они соответствовали с ожиданиям наших лиц с инвалидностью. Потому что, конечно, проблема тоже очень серьезная и большая, когда тот же, ну, условно говоря, протез, он, как бы, но он абсолютно, он не во благо, наверное, как бы, даже, он только... То есть, он неудобен, неудобен, да, конечно, то есть, он трудоприменим, скажем так, да. И какой механизм здесь будет? Кто будет помогать? То есть, здесь, получается, вот, опять же, вот эти вот эти фабрики запускаются, у нас классификатор разрабатывается, новые соответствия, исходя из этого, эти требования все будут уже прописаны в требованиях. И те же поставщики услуг, то есть, вот те же фирмы-производители, они уже будут, исходя из этого, из этих стандартов, они уже будут делать свою продукцию. То есть, она будет регулярно... Дорабатывать, да, как-то? Конечно, конечно, конечно. То есть, ну, скажем так, несоответствующие стандарты, просто они будут допущены для торговли, для того, чтобы они поступали, скажем так, вот в продажу в руки, ну, уже, соответственно, лиц с инвалидностью. И Павлодарская область тоже участвует в этом делу? Павлодарская область, да, является одним из, ну, вот, скажем так, по Казахстану из 20 областей, 4 региона таких есть, и несоответственно, Павлодарская область одна из вот из таких лидеров. То есть, у нас, ну, я не буду пока говорить, какой объект, но есть у нас учреждения соответствующие, на основании которых, вот, на основе которых будет вот эта вот работа вся проводиться. То есть, база уже есть? Да, безусловно. Далее, по лицам пожилого возраста. Также, большая категория граждан, соответственно, социальный кодекс направлен и в этом направлении, безусловно. Это поэтапное доведение размеров базовой пенсии. Первая мера, это, о чем я говорю, о том, что на сегодняшний день выплата пенсионной состоит из трех частей, вот, как раз, базовая часть ее, которая зависит от общего стажа. Вот она в своем максимуме составляет 100% прожиточного минимума на сегодняшний день. То есть, это вот 46 тысячи, там, 256 тенге на сегодняшний день. Мы говорим о том, что, как, что, вот, уже начиная с 23-го до 24-го года, мы будем увеличивать эту выплату до 120%. То есть, эта выплата базовая, которая выплачивается всем казахстанцам, она, соответственно, должна у нас вырасти на 20%. Это, безусловно, конечно, большое движение вперед и в части увеличения, вот, именно, выплаты из бюджета в общей пенсии пенсионера нашего. Увеличение размера максимального дохода для исчисления солидальной пенсии. Также, эта уже мера, кстати, уже запущена, уже получается, вот, у нас с нового года. Это когда у нас берется доход, скажем так, за три года, да, средний, и он берется для расчета пенсии по возрасту. А если у нас было ограничение ранее 46 МРП, на сегодняшний день 55 МРП, и вот это изменение произошло за последние лет, наверное, 15-20. То есть, вот, вот, вот такое значительное изменение со 146 тысяч, которые мы раньше брали для расчета, мы сегодня берем, ну, около 200 тысяч доход, и, соответственно, исходя из этого, в процентном отношении размер пенсии по возрасту резко возрастает. Это ощутили многие пенсионеры, вот, уже как уже после нового года, когда у них пенсии подскочили на 20-25 тысяч у кого-то. То есть, по-разному, тут зависит, как бы, от размера того дохода, который они представляли ранее. И вот эта тенденция, безусловно, конечно, она позитивная, то есть, в этом смысле, мы, как бы, начинаем менять, вот, ну, как бы, вот, подходы основные, заложенные, в социальном кодексе это прописывается. Приостановление, повышение пенсионного возраста у женщин, это также, да, то есть, вопрос такой резонирующий, до 61-го года, как бы, это все, как бы, утверждено, и, соответственно, тоже это прописано, эта норма. По крайней мере, до 2028 года, да? Да, именно так, да, да. И четвертый аспект, это введение обязательных пенсионных взносов за счет работодателя. Да, вот здесь вот, тоже очень такой... Эта тема, да, она, она тоже очень такая злободневная, то есть, об этом говорят многие, спрашивают многие, о чем здесь разговор? То есть, мы все с вами, работающие люди, перечисляем 10-ти процентное отчисление, пенсионное отчисление. Со своей заработной платы? Со своей заработной платы, да, безусловно. Смысл, вот, введение ОПВ за счет работодателя в чем? В том, чтобы помимо этих 10-ти процентов, работодатель, за свой счет, не за счет, соответственно, работника, перечислял полтора процента ежемесячно на параллельный счет в ЕНПФ. То есть, смысл в этом какая? В том, чтобы вот этот размер выплат, который у нас на сегодняшний день сохраняется в единого компенсационном фонде, чтобы он увеличился, чтобы его сделать больше. Почему? В чем смысл? Зачем это делать? Потому что мы прекрасно понимаем, что вот на сегодняшний день вот та вот система, методика определения, допустим, да, вот размера пенсионных выплат, она как? Она должна дорабатываться, корректироваться. Вот пенсия по возрасту, она рассчитывается, исходя из стажа до 98-го года. Каждый год получается у нас этот выплат становится все меньше и меньше, потому что, объективно говоря, уже просто стажа у людей, вот кто на сегодняшний день выходит на пенсию, у каждого нового поколения пенсионеров становится меньше и меньше. меньше я часто привожу примерно 7 на себе вот допустим у меня 7 лет стажа 98 года сходя из этого я буду иметь пенсию по возрасту 1035 где-то вот я так примерно посчитал рассчитал то есть конечно как бы это небольшой размер сегодняшней пенсии выходящего сегодня пенсионера на по возрасту в пределах 90 тысяч например составляет то есть разница значительная но мы же понимаем что как что допустим от моего поколения у него есть гораздо большие возможности и время для накопления средств и много пенсионном фонде и вот исходя именно из этого из того чтобы подготовить каждое вот новое поколение пенсионеров скажем так вот сделать больший запас именно в пенсионном фонде для этого вводится вот такого рода меры как обязательно бессионный износ от работодателя полтора процента которые вводятся с 24 года это как бы это только стартовая мера 5 процентов 5 да конечно 28 года мы планируем привести это все к размеру 5 процентов мера это конечно для народа она до отличная популярная мера она не популярная конечно для сферы бизнеса понятное дело что это конечно дополнительная нагрузка на сферу бизнеса и вот идет вопрос компромиссов между бизнесом соответствует работы социальной частью это конечно вопрос но вечная история то есть как вот в этом смысле как бы вот этот баланс и выдерживать на сегодняшний день и более того минили месяц туда уже не раз не не один год выходила в парламент с этим проектом о том чтобы ввести соответствует этот платеж и собственно мы находили поддержки в социальном кодексе в том-то дело это мера уже утверждена то есть получается 24 года каждого хозяйства субъект уже должен планировать в своем бюджете что как что у него будет отчисление не только допустим как бы по налогам там по заработная плата данной в том числе полтора процента которая необходимо будет соответственно отчислять за каждого работника в параллельный счет в единый компенсионный фонд благодарю за такие хорошие новости я думаю что о социальном кодексе мы будем встречаться и говорить еще не раз наш эфир подошел концу встретимся на телеканале иртес а